Застать дома украинцев, работающих за границей, довольно трудно. Они приезжают в основном на большие религиозные или семейные праздники. Я уехала давно, в 99-м году. Тогда моя месячная зарплата тут была такой же, как цена одной пиццы в Польше. В родном городке на Львовщине Мария работала библиотекарем. Именно женщины в основном уезжали в Польшу в 90-х, работать швиями или домработницами. По их реальным историям, даже популярный телесериал сняли «Девушки из Львова». Он о четырех женщинах, которые оставляют детей или любимую работу, едут зарабатывать на хлеб в Польшу. Нелегально. Все изменилось, когда Польша стала членом Евросоюза. Сотни тысяч поляков уехали за высокими заработками в Британию и Германию. Их рабочие места уже абсолютно легально заняли украинцы. Теперь можно встретить людей из Крыма, Херсона, Харькова, Одессы. И даже теперь я чаще слышу русский язык, чем украинский. Еще 3-4 года назад такого не было. Только в прошлом году польские власти выдали гражданам Украины около 800 тысяч разрешений на работу. В этом уже более миллиона. Средняя зарплата украинского работника в Польше – 700 долларов в месяц. Это в 3-4 раза больше, чем в Украине. А разница в зарплатах врачей или инженеров еще выше. Если говорить о неквалифицированных работниках, мы еще их можем где-то насобирать. А если нужны высококлассные фрезеровщики, сварщики и еще много других профессий, мы не можем найти людей, потому что они уже все за границей. По оценкам экспертов, в ближайшие годы дефицит кадров в Украине станет вопросом национальной безопасности. Тут просто некому будет работать и платить налоги. А поляки будущее уже просчитали. Через 25 лет дефицит работников в стране составит 5 миллионов рабочих мест. Вот и стараются обеспечить украинцам, равные с поляками, зарплаты и социальные гарантии. И возможность перевести в Польшу семьи. Потому что только присутствие семьи, которая имеет медицинскую опеку и школу для детей приведет к тому, что украинские работники поселятся в Польше навсегда и не будут эмигрировать дальше на Запад. Изменения, которые должны сделать польский рынок труда еще более привлекательным для иностранцев, в первую очередь для украинцев, Министерство труда Польши обещает уже весной следующего года. Ирина Сантуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина.